Судите и не судимы будете. Никого не осуждайте и принимайте мир как есть. То есть вы ждете Машу Распутину на консультации, да? Нет, я не жду. Вот очень хорошо, вы сказали, не суди да не судим будешь. Почему люди судят, на ваш взгляд? Само утверждается за счет того, что если критиковать, то критика может быть только аргументирована. И то это не критика, а просто вы имеете право на свое суждение, свое мнение, но мнение может быть только аргументировано. Чем отличается критика от мнения? Критика огульна, озвучиваются какие-то стереотипы, что такое плохо, хорошо. Вот люди выражают себя, вот это плохо, а аргументировано, потому что, потому что, я считаю, потому что, потому что, вы имеете право на свое мнение, но оно, это ваше мнение, оно, ваше мнение, не истинно высшая инстанция. Так вы считаете, вы сказали, что вам нравится, не нравится, что вы считаете неприемлемо, в отношении другого человека, это просто ваше мнение. Так, ну, прямо национальная забава, игра народная, да, кого-то осудить. Вот самоутверждается, а вы сами-то чего достигли, спросите, а я чего достиг сам, чего я. Легче всего, вот, осуждать люди-то несовершенные, легче всего навешивать ярлыки, собак всех и всех. Так, пройди его путь в тех же башмаках, и ты узнаешь, имеешь право ты судить или нет. Ну, вот. Вот судят и судят, да, вот, прям, как будто у нас не страна, а какой-то судебный участок, суд. Вот, почему это так происходит? Может быть, люди действительно хотят приговаривать уже других и как-то наказывать. И вот, откуда это берется? Вместо понимания, осуждения, вместо доброты, вот эта ненависть. Как вы считаете, доктор Кук? Это ведь оружие, на самом деле, да? Кто-то этим занимается, рисуется, какой он хороший, а вот тот кто-то там, вот, увидели, да? Вот, это вот неприемлемо. Он рисуется, показать себя, какой он хороший, а хотя ничего на самом деле-то и не сделал. Самоутверждение за счет другого. Вот, кто-то там, проштрафился, тот же политик, который, вот, там, лося убил, да, всех собак, он повел себя неправильно, и вот, всех собак на него. А вот, какой он, я, я такой хороший, я защитник животных, зверей, да, диких, а он хороший, я осуждаю это убийство, да, осуждаю. А сколько охотников убивает этих лосей, сколько получает разрешение на это убийство? Охотники, охота. А свиней убивают, коров. Ну, и так, что будем, раздувает, как он повел себя, стало отказываться, там, я тут ни при чем, или там, и вот, начинают судить. А вот еще, а вот еще любят, знаете, говорить, вот такой, вот, он умный человек, вот, когда так говорят, что это, как это характеризует человек, вот, дают отсадки такие, пусть и положительные, при этом критикуют человека, но говорят, вот, он умный человек, он все понимает. Трудно сказать, трудно. Каждый ценит и осуждает или мнение со своей колокольной. Ну, вот, я на своей страничке, на фейсбуке выставил красивые фотографии. Девочка, очень красивая, редкой красоты бывает. Вот, если мы, вот, нарисуем пирамиду, а потом вниз такую же пирамиду, ну, вот, на этой высоте идеальные пропорции, черты, идеальные пропорции. Но, действительно, природа, вот, изощрилась и, вот, подарила кому-то вот такую красоту. Это актеры известные, это модели, это, вот, дети, да, вот, фотографии я поставил. Ну, восхищаются люди, все. А кто-то, опять же, находится. Какой вы психиатр после этого, когда вы, вот, выставили? При чем здесь психиатр? Почему? Почему я написал красивой девочкой, редкой красоты, пожелаем ей добра и счастья в жизни. И все. Какой вы после этого психиатр? Вот, типа такого, какой вы умный, да, вот, с осуждением, с таким оттенком осуждения. А чего осуждать? Ну, и ладно, я пожелал добра и благополучия во всем. Поэтому люди странные, странные. И понимать очень сложно. Не понимать надо, а любить просто, да. Как вот женщина. Понимать невозможно, не понять до конца, да. А только остается любить и все. А вот еще говорят, знаете, уважаемые. Вот, когда хотят унизить человек, как говорят, уважаемые. Да, разные оттенки, с двойным смыслом. Это идет манипуляция. С искренним чувством, уважаемый. Совсем другая интонация. И приятна человеку. Его похвалили таким образом. Выразили восхищение. И то же самое, как говорят, умный человек. Тоже двойной смысл манипуляции сознания. Манипуляции. Поэтому это все так неоднозначно. Так, но самое главное любить, правильно? Или не иметь дел, да? Выбрасывать из жизни мусор. Мусор выбрасывать. Время от времени зачищать свою площадку. Откидывать, отбрасывать. Дурные привычки. Менять к лучшему. От вас зависит. От вашей позиции. Избавляться от балласта. Уметь прощать. Не обижаться. Есть чему учиться. И как быть Божьим.